Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию. Виноградри по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами продолжим нормировку молодых кустов винограда. Винограда второго года посадки. Мы уже разговаривали с вами на эту тему, но прошло несколько недель. Я вам покажу, что было, что стало и что сейчас нужно сделать. В прошлый раз мы также начинали с этого кустика, вот как он вырос за это время. Ну, честно говоря, не ахти. Не ахти мы оставляли здесь 5 побегов и 5 не надо. Там вообще, если посмотреть, вот еще бывает, что какие-то малыши вылазят. Видно, не видно в траве, не знаю. Мы его уберем, потому что он не нужен. И из этих тоже выберем тот, который нам не очень удобен, не очень подходит и уберем. На самом деле, больше все должно быть, больше расти. Ну, как всегда, кого убрать или тот, кто неудобно расположен, или более слабый. Вот в нашей ситуации мы... Смотрите, вот этот у нас растет вот прямо с самого низа, он нам удобен. Вот этот тоже растет с самого низа, он нам удобен для дальнейшей формировки. То есть, убираем вот этот самый верхний. У нас получится, выращиваем две плодовых стрелки в одну сторону, а ниже будущие рукава и две в другую. Дальше я тоже буду показывать примеры вот тех же кустиков, которые мы уже смотрели. Но важный момент, на что вам обращать внимание. Первое, это на характеристику самого сорта. Это цитронный могорач, он должен хорошо расти. Он растет, ну, так себе не очень, честно говоря. Второе, это условия, которые там погодные, уход и все остальное. У нас то были такие довольно холодные ночи, да, довольно прохладная погода. Сейчас стало жарко, но нереальная сушь. Уже выгоревшие поля, уже вот, ну, два месяца у нас не было дождей вообще. То есть, да, где-то по стране они проходят, но как-то не у нас. У нас дожди, это вот три капли капнуло, даже раз и не сделано. И, понимаете, в таких условиях кустикам расти очень тяжело. Да, мы их поливаем, но все равно у нас нет возможности вот обеспечить им прямо такие вот, ну, очень-очень классные условия. И поэтому они могут тормозиться. И с чем мы можем столкнуться? То есть, вот мы можем видеть, что они у нас тупят, да, они стоят на месте. Потом, например, таки кто-то включает дождь, да, вот становятся какие-то благоприятные условия. И они могут буквально на глазах пойти в рост, пойти в рост очень сильно. Ну, будут ли они жаровать? Вряд ли, конечно. Я даже не буду этим пугать, там, плохим вызреванием лозы и всем остальным. Ну, посмотрим, может вообще сезон будет хороший. Но, просто я вам говорю о том, что может случиться так, что вот мы поубирали и поубирали, а потом раз, оно пошло в рост, и мы думаем, ай, надо было оставить, да, получили. Там, понятно, здесь мы четыре оставляем, вроде все хорошо, да. А где-то нам придется оставить две. И вот мы все время будем на таком балансе. Все-таки убирать или не убирать, подождать или не подождать. Ну, не уберем, да, мы можем получить примерно вот к осени такую же картинку, чуть больше. То есть никаких плодовых стрелок мы не вырастим. Вырастим, ну, чуть-чуть чего-то, да. А может быть наоборот. И поймите, что никто за вас это решение не примет. Никто за вас ваш виноград не вырастет. Я вам даю информацию. Поймите, что может быть так, может быть так. А вы уже, ну, принимайте решение сами. Я вам показываю, что делаем мы, да, и на что ориентируемся мы. То есть вот здесь один побег, он просто привязан, поэтому мне сейчас неудобно. Я его уберу, оставлю четыре. И да, я не исключаю, что это еще будет не последняя нормировка. Я не исключаю того, что, возможно, мы потом уберем еще два и оставим вообще два. Будем смотреть. То есть пока что мы смело можем оставлять четыре. Синоптики нам обещают дожди и теплую хорошую погоду. Немножко подождем. Но уже показывать в дальнейшем не буду. Просто акцентирую внимание, что не исключаем того, что нам придется еще два брать. Потому что, повторюсь, наша задача вырастить плодовые стрелки и в дальнейшем рукава. Да, можно идти по классической схеме обрезки. Второй год этому кустику вырастить два таких небольших побежка, обрезать их на две почки. Но мы хотим ускоряться и получать результат быстрее. Вот это наш кустик зигиреба. Опять же, смотрите, какой он был. А теперь смотрим, какой он стал. Ну, здесь, наверное, сантиметров по 60 побеги. То есть видим, он растет очень хорошо. Напомните, зигиреба – сорт слаборослый. Еще раз акцентирую внимание. Ищите эту информацию. То есть, если куст слаборослый, то вот такая картинка, как в предыдущем случае, для него была бы нормальной. Вот опять же, смотрите, слаборослик. А вот как он подрос. И там, под листиком, у него даже гроздочка есть. То есть вот это вообще замечательно. Вот здесь мы прекрасно все правильно сделали. И получим нужный нам результат. Если же куст сильно рослый и показывает вот такое, а то имеешь, а то есть смысл задуматься. Сейчас увидим пример. Одесский черный. Тоже вот как он выглядел. И как он выглядит сейчас. И даже сравнить зигиреба. Одесский черный вообще очень хорошо должен расти. Я знаю, как он растет. В том месте, где мы его брали, там просто монстр, можно сказать. А у нас, видите, нехти. И надо разгружать. Причем вот тогда я убирала, оставляла 4 побега, но повылазил еще каких-то вот малышей. Каких-то малышей. Вот, вот вылез. Мы его убираем. Вот там маленький вылез. Мы его убираем. Ну, честно говоря, даже 4, наверное, здесь что-то лезет. Маленькое убираем. Даже 4, наверное, многовато. Вот здесь раздвоение побега тоже. Точку роста уберем. Не нужна она. У нас надо, чтобы одна была точка роста. Хотя, смотрите, вроде пасынки есть. Опять же, когда кустик дает пасынки, ну, это говорит о том, что, в принципе, у него все нормально, всего хватает. Но я повторю еще раз, что наша задача не вырастить несколько таких тоненьких побежек, когда они кокущих. Наша задача выгнать хорошие, мощные лозы. Поэтому здесь правильно оставлять 2 побега. Вот один, в одну сторону. Вот этот самый мощный, самый сильный. И вот этот. Вот тоже показывала вам этот кустик. Даже, наверное, между видео мы еще что-то проломали. Вот такой он был. И вот что теперь. Ну, развивается он плохо. Смотрите, интересно. Он с гроздочками цветет. Но это, конечно, это не рост. И это слишком большая нагрузка. Во-первых, конечно, убираем гроздочки. Вот. Одну можно оставить. Ну, так, ради интереса. И там пару ягодок. И то посмотрим, будет тянуть или нет. И здесь, смотрите, вот этот побег у нас идет. То есть мы оставим 2. Вот он у нас хорошо идет под наклоном. Вот этот вертикально вверх. Он нам неудобен, в принципе. Мы его убираем. Так, и здесь тоже. Вот этот лучше растет. Вот этот хуже растет. То есть вот этот мы тоже убираем. Конечно, он, ну, тот, который мы оставим, он у нас выше. Да, уже выше уровня земли. Но мы ему придадим просто в процессе. Вот так вот наклонное положение. И все у нас будет так, как надо. Да, тот ниже. Ну, тоже он, тоже сбоку. И, в принципе, все равно чуть-чуть выше уровня земли. Поэтому убираем в данном случае более слабо. А вот еще такой есть кустик. Сейчас посмотрим, показывала ли я его в прошлый раз. Смогу ли показать, каким он был. Тоненький побежек. И 4 почечки оставили на посмотреть. Но не тянет он 4. Вообще никак. Поэтому будем убирать. Ну, однозначно убирается вот этот. Вот он явно отстает. Уровень земли у нас вот здесь. И, ну, по-хорошему надо. В принципе, здесь, конечно. Так, уровень земли вот так. Верхний. Ну, вот этот оставляем. Один в одну сторону. Второй во вторую. Вот этот побег. И вот этот они у нас примерно одинаковые по размеру. Вот, 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 вот. Все. Вот так. И вот в данном случае вообще нечего жалеть, потому что... Ну, получим ничего. Все. Один туда, один сюда. А также хочу вам показать некоторые кустики, которые вот еще тут только-только начали просыпаться. Вот здесь один побежек, второй побежек. Ну, немножко подождем. Да, потому что, ну, есть в этом году отставание. Тем более, это весенняя посадка. Да, годовалый саженец, но посадка весенней. Вот так он себя ведет. Здесь чуть-чуть подождем. Ну, опять же, в случае необходимости даже один побег будем оставлять. А вот этот пока что растет явно лучше. Вот этот отстает. Возможно, мы его уберем. Но в данном случае, да, то есть мы видим, что вот только-только начался рост. Не надо пугаться. Они могут догнать, опять же, при наступлении благоприятных условий. Они могут догнать и тех, что я вам показала. Да, бывает так. Поэтому немножечко ждем. Тем более, я повторяю, это посадка весенняя. Вот еще у нас весенняя посадка. Тут вообще так все прикольно, да. И кто-то может подумать, что это больной кустик. Сортовая особенность – это джеваткара. Вот так он начинает расти. Тоже пока не трогаем. Весенняя посадка. Ну, будем смотреть еще. Я думаю, что недельки-две можно подождать. Понаблюдать, как он будет себя вести. Ну, опять же, для понимания, все кустики разные. Да, вот это все мы сейчас смотрим. Один год посадки. Вот сейчас будет несколько кустов. Это посадка прошлого года пророщенными черенками. Вот именно пророщенные черенки сразу пошли в открытый грунт. То есть, видите, ну, такие вот там сколько? Ну, сантиметров 60, то есть 70 побеги. Причем 4. А вот рядышком, ну, там поменьше кустик. А вот здесь, ну, тоже поменьше. А вот уже метровые побеги тоже, сколько там? 4. А вот совсем маленькие. А вот это осенняя посадка годовалым саженцем. Ну, видите, он вообще только начал просыпаться. И мы его еще даже не нормируем. Вот чуть больше он распустит почки. Чуть больше вырастут побеги. И тогда уже будем с ним работать. Пока еще даже тут вообще непонятно, как что пойдет в рост. И вот этот кустик тоже куплен в одно время. В одно время сажен. И даже с одних рук. Ну, видите, разницу, да? Здесь уже таких хороших 4 побега. Еще там внизу один. Нижний уберем эти. Разведем. И даже вот там есть у нас гроздочка. Смотрите. Будет цвести. Вот вам разница. Да? Ну, бывает. Каждый сорт индивидуален. Каждый кустик индивидуален. Все равно где-то чуть-чуть разные условия на участке. Поэтому и подход к каждой конкретной лозе, он тоже индивидуален. Нет, все-таки здесь нижний оставлю. Уберу вот этот. Не совсем удобно растет. Там такой вот у него, смотрите. Может от солнца не будет видно. Вот ступенька. Неудобно. Все, мы его убираем. Пока оставляем 4. Повторю, что это может быть не финальная нормировка. Вот у Зигиреби финально. Там все видно. У Цитронного Магарача тоже я вам говорила, что возможно еще уберем. Ну, надо наблюдать. Потому что погодные условия, они вот такие. И мы на своей практике сталкивались с тем, что вот до середины лета, до середины июля может все стоять на месте. Вплоть до того, что у нас было, когда саженец проснулся в середине июля, вырастил прекрасную лозу. Она вызрела. И на следующий год мы с нее получили урожай. Такое тоже может быть. Поэтому каждый раз мы принимаем решение, ждать или не ждать, убирать или не убирать. И какого-то единого правильного мнения нет. Потому что вот оно может стоять на месте, пойти в рост. А может наоборот. Вам кажется, что оно пошло в рост, оно через неделю остановится. И так до конца года и будет сидеть на месте. Поэтому смотрим, наблюдаем. И если вот четко видно, что нет динамики, нет никакого роста, то убирайте. Лишнее вплоть до того, что где-то можно оставить и один побег. Нам лучше вырастить один хороший, чем несколько никаких на крайний случай. Вот если вам очень-очень жалко, еще только маленький совет. Специально искала хороший пример. Два побега. И мы вот видим, понимаем, что они не развиваются, они стоят на месте. Конечно, кроме того, что у нас нормировка, не забываем о создании благоприятных условий. Не забываем о том, что надо поливать в жару. Особенно молодые. Уже говорила, да, два месяца. Никаких дождей и сушь несусветная. Даже на деревьях плодовых начинают сохнуть листья. И оставлять вот таким, особенно молоденьким, бесполиванным. Какой результат тогда можно ждать? Так вот, если очень жалко, просто у более слабого прищипываем точку роста. Самую верхушечку. Все. Тогда у нас будет, ну, как бы одна точка роста. И второму побежеку будет легче развиваться. Ну, это если уже вот совсем-совсем жалко. А вообще, ну, здесь, да, они еще плюс-минус одинаково развиваются. А если там совсем малюпас, вот как здесь, да, один более-менее. Вот это вот, ну, это не побег. Так, все, я его убираю. Лучше пусть у меня вырастет один хороший, чем ни одно, ни другое. Потому что вот такие маленькие, если они стоят на месте, если видна такая разница, они не будут расти. И, конечно, у вас может возникнуть вопрос, а когда уже нормировка все-таки закончена? В принципе, в принципе, где-то к концу июня, где у нас уже должно быть все. Ну, это теория. На практике все может быть по-другому. То есть, вот, как я вам говорила, подходим, смотрим, подходим, смотрим. Есть динамика, хорошо. Нет динамики, значит, что-то убираем, убираем, убираем. Я вам показывала, да, что некоторые кустики еще только просыпаются. И, опять же, вот много комментариев. Ай-яй-яй, все, а когда они вызрют, да вызрют. Мы еще не знаем, что будет впереди. У нас может быть прекрасно осень, и вообще все будет замечательно. И вот эти вот малыши могут вырасти по полтора, по два метра. Наш опыт, как бы, говорит об этом. Мы видели это много-много раз. Когда хороший старт, и потом стоп, и наоборот. Долго раскачивается, зато потом как стартанет, и вызрит, и все будет нормально. Не надо делать преждевременных выводов. Мы наблюдаем, мы смотрим. Единственное, что если вы видите, что динамики никакой нету, значит, надо что-то убирать еще. И предвижу еще один вопрос. Вроде все пронормировали, создали хорошие условия, все-все-все сделали. А кустик стоит на месте. Да, он может стоять на месте. И, к сожалению, может стоять весь сезон. Такое тоже бывает. Не расстраиваемся, не отчаиваемся. В следующем году он может дать хороший старт и обогнать тех, которые в этом году прекрасно себя вели. Бывает. Все, мы просто принимаем это как должное растение. Каждый индивидуальный организм, и каждый ведет себя по-своему. Поэтому набираемся оптимизма. Помогаем нашим кустикам, конечно же. По возможности их разгружаем. По возможности создаем им хорошие условия для роста. Ну и хорошего нам всего сезона. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч.